всем привет друзья сегодня у меня для вас будет не совсем обычное видео я когда-то когда только начинала вести свой канал рассказывала вам о тех плюсах и о тех минусах которые я встречала здесь великобритании но потом как-то эта тема у меня ушла на второй план а вот сейчас вы знаете настолько меня тут достали некоторые вещи что я хочу вновь вам вот эту вот подборочку такую сегодня сделать те вещи которые меня просто угнетают бесят и вообще расстраивают и нормальную жизнь здесь невозможно устроить из-за вот этих вот отвратительных вещей которые встречаются именно в англии друзья итак давайте слушать ну назову я это так топ десяти вещей которые просто бесят и расстраивают в англии и начну я наверное первым делом с жилья английского жилья те кто давно со мной уже побродили по этим квартирам английским отвратительным с низкими потолками с малюсенькими комнатушечками очень неудобные постоянно какие-то проблемы то нет отопления нормального то например стоит вот этот вот титан за занавесочкой где-то вы наверное видели вот понимаете такого уже даже и в россии где-то трудно найти может быть в деревнях то это лучше у нас живут но я даже тут не хочу вы знаете сравнивать я просто хочу сказать что вот такое трудно людям даже представить тем которые никогда здесь в англии не бывали а если и бывали то в качестве туристов проездом поэтому могут представить то о чем я говорю только те люди которые здесь уже постоянно живут и вот именно жилье качество жилья убогие старые эти квартиронки которые я когда-то принадлежали одной большой британской семье а теперь связи с тем что люди стали жить хуже их разделили на клетушечки вот как и мой дом тоже вы знаете это что я вам рассказывала это плесень у меня в квартире все удивляются да как это да что вы срочно уезжайте как вы будете продавать а люди даже тоже не понимают что здесь плесень это в девяносто девяти процентах вот этого старого жилья да это на самом деле так трудно представить тем кто здесь никогда не жил но зайдите в любой хозяйственный магазин в англии и вы увидите что там самое популярное то что продается это средство от плесени так что вот это первое жуткое самое главное безобразие из жизни вам второе то что удивляет настораживает и мне очень не нравится это то что в английских домах сплошь ковровое покрытие везде и вот это ковровое покрытие разных цветов разных текстур оно постелено даже бывает и в туалете и в ванной комнате и смею вас уверить что не торопятся англичане менять эти ковровое покрытие ковровое покрытие может лежать десятилетиями они считают что у них чисто но в принципе на самом деле на улице чисто конечно но вы все равно можете себе представить что там за 10 лет накопилось в этих ковровых покрытиях и у них вот отсыревает ванной например уже страшно воняет в туалете вокруг унитаза и они просто вызовут мастера в лучшем случае почистят это ковровое покрытие что в общем то тоже не дешево вот чистка обычной однокомнатной вот такой вот квартирунки one bedroom flat как тут говорят по-английски вам обойдется 300 фунтов приедут с машинкой все вам почистят специальной машинкой вы заплатите 300 фунтов и дальше будете жить и радоваться в том же самом старом при старом ковролине третья проблема это очень тонкие стены стены наружнее в пол кирпича как вы видели да вот опять же они считают что у них здесь из-за того что зима не очень холодная можно обойтись вот такими вот тонюсенькими стенами в пол кирпича и поэтому постоянная сырость все таки два месяца холода даже до минусовой температуры доходит очень плохое отопление и все это вот выливается в то что не согревают как тоненькие стены и очень холодные квартиры опять же повторяю но еще вот эти вот перегородки внутренние они вообще сделаны порой из двп покрыты какими-то там я не знаю каким-то пластиком или еще чем они их покрывают я понятия не имею но слышимость такая здесь что просто диву даешься вот у меня внизу когда жила женщина с собаками то эти собаки своим лаем по утрам они просто сводили меня с ума такое впечатление что они лаяли у меня в квартире а вот сейчас новые соседи поселились и мужчина ночью когда спит храпит в своей комнате у меня опять впечатление что он спит рядом со мной даже храп все это слышно ну если днем они там что-то смеются и очень громко разговаривают я уже об этом даже и промолчу но вот такие вот понимаете для меня непривычные вещи когда слышно буквально каждый чих каждый пук и каждый шаг четвертая проблема и я не знаю она может быть даже и самое главное хотя тут уже даже не поймешь что и главнее но вот я столкнулась с тем что я не могу себе привести и купить нормальный диван из-за того что очень узкие узкие двери входные очень узкие проходы коридоры длиннющие вот такие вот знаете которые тянутся буквально несколько метров и коридор этот бывает 70 сантиметров шириной и диваны у них не раскладные я в основном они цельные диваны понимаете вот сейчас я себе купить тот диван который я хочу даже при наличии денег я не могу его занести в квартиру помните я вам показывала два очень симпатичных диванчика которые мне предложила моя знакомая англичанка я их не смогла купить потому что я заплатила 40 фунтов грузчиком за доставку они приехали они не смогли понести этот диван в квартиру они его пытались вдвоем протолкнуть но он оказался 90 сантиметров шириной представляете и вот эти проблемы с узкими проходами с узкими дверями с длинными коридорами тянущимися через весь дом это у них постоянно и везде еще одна проблема если говорить именно квартирах здесь английских то это малюсенькие кухонки иногда это просто даже отсек какой-то малюсенький отсек большой комнате который огражден каким-то диваном и там у вас стоит плита мойка и малюсенький столик если кухонка отдельная то она будет даже меньше 6 метров бывает кухни два квадратных метра три квадратных метра то есть она метр всего в ширину и только для одного человека двум человеком там уже не поместиться даже наши шестиметровые кухонки в хрущевках если кто-то помнит то это получается просто роскошь опять же вы можете посмотреть очень много таких кухонок я вам показывала когда искала для себя свое жилье и вот почему англичане так не зацикливаются на кухнях они это объясняют что они готовят себе в лучшем случае вечером чай или завтрак кофе какой-то готовят тост бутербродик а вот приготавливать разготавливаться они не любят они не умеют и предпочитают ходить обедать и ужинать в пабы и в рестораны и вот у них вот такие вот кухни только чтобы что-то приготовить перекусить не для серьезной готовки как у нас у некоторых даже не бывает духовой плиты для нас это странно они считают вполне нормальная история ну и конечно же я опять и еще раз а заостряю ваше внимание на вот этих вот двойных кранах у англичан в квартирах они практически везде отдельно кран с холодной и отдельно кран с горячей водой если раньше это объяснялось тем что дорого платить за воду и что и затыкали раковину пробкой набирали воду какую им нужно из горячего и холодного крана и потом в этой вот раковине плескались умывались сейчас конечно такого уже нет но эти краны они продолжают использовать почему они не пользуются смесителями как вся нормальная европа мне абсолютно не понятно вот этот консерватизм и эти краны они просто шокируют многих кто приезжает в англию но здесь вы можете их встретить сплошь и рядом раздельные краны с горячей и холодной водой еще что может удивить тех кто никогда не жил в англии это отвратительная мобильная связь да да друзья не удивляйтесь вот в процветающей европе в англии в частности очень плохая мобильная связь мало провайдеров мало названий этих компаний мобильной связи все это очень дорого и все это отвратительного качества очень часто связь мобильная пропадает либо она совершенно неприемлемо для использования точно такая же история с мобильным интернетом очень дорого это первое и абсолютно некачественный интернет низкая скорость очень плохая подача если вы заключаете договор с какой-то компанией вы обязаны для того чтобы вам беспроводной мобильный интернет подключить в квартире обязаны заплатить за стационарный телефон этот стационарный телефон даже если вам даром не нужен без него ни одна компания не станет подключать вам мобильный интернет и вы должны заплатить больше 40 фунтов в месяц вот за этот вот интернет который оставляет желать лучшего и мне он обходится в переводе на русские рубли 4000 рублей в месяц кто-то опять мне скажет что зря вы переводите рубли в дом ты это совсем другая история но нет деньги они в африке деньги и все равно это очень дорого смею вас уверить но и еще вот например если я перемещаюсь в спальню а модем у меня стоит в большой комнате то уже постоянно теряется связь я постоянно теряю интернет перегружаю переключаю выключаю компьютер то есть это просто безобразие еще меня удивляет то что здесь англичане должны платить за обычный телевизор если у вас квартире телевизор то вы должны получить лицензию и оплачивать порядка 20 по моему фунтов в месяц за эту лицензию чтобы просто смотреть обычный телевизор никакой не кабельный а просто обычный по антенне почему такое происходит мне тоже абсолютно непонятно вот у меня в моей квартире например нет телевизора я вообще-то и не хотела конечно этот телевизор здесь подключать и устанавливать хотя у меня есть антенна снаружи тарелка и все в общем то подготовлена к этому но я не стала подключать думаю мне хватит интернета и я буду смотреть какие-то фильмы на русском языке через интернет но вы знаете тем не менее мне наверное в течение полугода каждый месяц приходило письмо с угрозами что я должна обязательно купить тиви лайсенс как у них здесь называется телевизионные права и они угрожали мне что вплоть до 1000 фунтов штраф если вдруг они придут и узнают что я пользуюсь заплаты их якобы телевизором почему такое происходит я не знаю но все англичане за обычный телевизор платят деньги ну то есть вот как у нас это происходит если вы купили себе телевизор вы принесли его домой вы включили его в розетку настроили антенну и смотрите никому ничего вы не должны и не платите а здесь если вы купили телевизор вы должны купить и вот эти вот лайсон стиви то есть права для пользования телевизора и еще одна проблема в англии которая уже конкретно мешает жить это огромное количество пауков я тоже вам немного об этом рассказывала пауки у них живут не только кругом на улицах не не только заплетают все зеркала на машинах постоянно все автомобили у всех англичан в паутине но и пауки живут также и в квартирах и в комнатах вот постоянно огромнейшие пауки не дай бог если вы боитесь пауков то вам в англии делать абсолютно нечего вот у меня например не было дня когда где-то либо на стене либо на потолке пару-тройку огромных пауков я не встречала бы и часто бывает так что заходишь в ванную комнату они падают в ванну оттуда не могут выбраться и там тоже сидят приходится их доставать потом они понимаете плетут эту паутину везде и ладно бы внизу но они еще и заплетают на верху все углы убирать эту паутину очень сложно и вот эти пауки иногда бывает если они попадают в постель то могут укусить меня как-то очень сильно укусил за руку такой паук у меня распухла вся рука я сначала вообще не могла понять что происходит и только потом мне сказали что это укус от паука вот такой довольно ядовитый и очень долго рука заживала еще одна проблема с которой вы можете столкнуться когда вы покупаете себе квартиру это конечно же окна хорошо если вам повезло и у вас сразу стоят дабл глаз двойные остекленные пластиковые окна потому что во первых очень дорого стоит поменять и поставить новые пластиковые окна а вторая история что даже если какие-то старые при старые стоят деревянные рамы которые возможно вас и не устраивают уже они бывают уже знаете наполовину сгнившие и одинарное стекло которое постоянно потеет конденсат и плачет и сырость из-за того что вообще сырая страна англия то вы должны запрашивать в муниципалитете разрешение даже на то чтобы вам вот такие вот одинарные стекла и вот эти старые рамы поменять на новые двойные пластиковые стекла и хорошие нормальные современные окна вам могут это даже и не позволить поэтому англичане зная такую проблему они сразу когда смотрят себе жилье для покупки первым делом всегда обращают внимание какие стоят стекла в квартире и какой величины окна в доме потому что если стекла еще худо-бедно могут позволить вам поменять а вот окна сделать больше допустим в каких-то старинных в отеджах знаете тоже мы с вами смотрели соломенными крышами малюсенькие окна которые когда-то 300 лет назад люди сделали и вы не сможете увеличить эти окна сейчас потому что этот дом как оказывается охраняется государством вы не можете поменять облик этого дома и вам так дальше и придется жить в темноте вот с такими малюсенькими окнами трехсотлетней давности а ну и если еще вернуться обратно к компьютерным проблемам то хочу сказать что здесь очень низкая квалификация всех компьютерщиков которых я встречала может быть это только на острове на нашем такие проблемы но я знаю что и мой бывший муж англичанин он тоже постоянно ворчал переживал и расстраивался и если у него какой-то блок питания нового компьютера выходил из строя то куда он его только не возил ничего там сделать не могли а у меня с моим ноутбуком как-то была проблема я привезла его в ремонтную мастерскую с меня взяли за проверку 30 фунтов когда я пришла через неделю мне сказали что ничего они не нашли никаких проблем и ничего не сделали просто взяли 30 фунтов когда я стала возмущаться что же такое у меня очень плохо работал компьютер постоянно зависал и я говорю может быть нужно сделать апгрейд как я себе наверное что-то такое где-то слышала и представляла наши российские компьютерщики моментально ребятки мне там все чистили за 20 минут убирали лишнее и компьютер уже с новой нормальной памятью освобожденной начинал работать быстрее и лучше здесь я добиться этого не смогла они даже элементарно почистить старый ноутбук от каких-то замусоренных программ ненужных они этого не могут они могут только взять деньги они якобы провели диагностику и на самом деле больше ничего установить какую-то программу или что-то у них узнать это бесполезно вот такие вот друзья проблемы для вас наверное то что я говорю не укладывается в голове те кто еще раз повторяю никогда не сталкивался и не жил в англии он может даже мне не поверить что бывает вот такие вот случаи и такие истории здесь но и это еще не все я думаю что я вам сделаю следующее видео и расскажу продолжение о том что еще меня очень не устраивает в английской жизни но сейчас я думаю что уже эта часть моего видео подошла к концу и вы наверное заметили те кто смотрит на экран что я хожу с вами по прекрасному месту осборн хаус здесь у нас дворец королевы кто и ее мужа альберта с их девятью детьми каждый год здесь высаживают разные цветы и по разному выглядит этот прекрасный дворец осборн хаус надеюсь что сегодняшняя моя прогулка и моя вот такая вот история вам понравилось пожалуйста не забывайте ставить лайки пишите что вы думаете по этому поводу может быть кто то что то еще вспомнит и дополнит а на этом на сегодня я с вами прощаюсь друзья всего вам доброго берегите себя в это нелегкое для всех нас время всего вам доброго пока пока пока